Добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы. Сегодня мы начинаем пересадку пиларгонии. Если вы случайный зритель моего канала или пропустили предыдущие видео о посадке овощей и цветов методом стерильная рассада, я сейчас вам сразу буду показывать и говорить о том, что иногда, дорогие друзья, мы покупаем с вами семена поштучно. Сейчас это дорогое удовольствие вырастить красивое растение или урожайное. И покупаем поштучно мы с вами и высаживая в грунт, иногда мы не получаем схода. Мы можем предъявить претензии к продавцам, а можем предъявить претензии к себе. Потому что очень много факторов влияет на прорастание семян. Метод, который я вам предлагаю, я вам показываю визуально в текущем режиме. То есть снимаю проращивание семян и следующее видео уже о посадке. Посмотрите, пиларгонию я посеяла 20 января. Сегодня 22 января, то есть 20, 21, 22 уже время пересадки стерильной рассады. Сама пиларгония очень быстро прорастает в грунте, практически на пятый день. Но прошлогодний мой опыт, я купила очень эксклюзивные красивые растения, семена. Ни одной семьи из пяти не проросло. Поэтому, учитывая свой опыт, я советую для начинающих цветоводов, а может быть вы уже и профессионал в выращивании растений. Посмотрите, мы берем с вами бумажное полотенце или многослойную бумажную белую салфетку. Туалетную серую бумагу мы не используем, потому что она очень быстро способствует образованию плесени. Проливаем салфетку горячей водой, не кипятком. Прорастание семян происходит при температуре 25-30 градусов. Прогревание семян до 50 градусов является сильным стимулятором. Это позволяет нам не использовать стимуляторы роста. И также дезинфекция 50-60 градусов тоже для семян очень хорошо. Я не проращиваю таким способом дрожжированные семена, вы задавали мне вопрос. Потому что они обработаны уже определенными препаратами от болезней и стимулирующими препаратами. Это дрожжированные семена и экранированные. Но в процессе выращивания я думаю, что мы уже с вами разобрали, что такое дрожжирование, что такое экранированное. Сегодня идет разговор о пеларгонии, но канал Марина Цветы это для вас библиотека знаний. И я параллельно буду или повторять агротехнические особенности растений, или может быть вы новичок, и для вас это будет очень интересно. В каждом видео есть небольшие советы от профессиональных агрономов или цветовода. Мы используем землю нейтральную. Это покупная земля, универсальная. Но я всегда проверяю, чтобы на упаковке не было большого количества торфа и не было написано низинный торф. Такая земля используется для выращивания совсем других растений. Это азалия, родедрондры, гортензии, папоротники. Наши цветы любят нейтральную почву, а там, где находится низинный торф, такая земля очень подвержена грибковым заболеваниям. И земля как бы такая липкая становится. Тоже у меня есть видео «Осторожно, грунт». Мы с вами об этом говорили. Если вам интересно, попросите, я вам дам ссылочку в комментарии. Грунт я использую всегда для пересадки, только сухой. Не проливая его заблаговременно никакими препаратами и не водой. Потому что семена имеют настолько нежную корневую систему, вы можете дождаться пеларкони, чтобы она проросла до вот такого состояния. Это у меня гвоздика Шабо, которой 5 дней и она уже практически перерастает. Нам надо, чтобы не было потемнения корней, иначе мы с вами опоздаем. Можно дождаться вот чернобривцы тоже на второй день. Вот так уже проросли. Но это будут отдельные видео. Пеларгония у меня только проклюнулась. У нас есть вот корневая система. И уже начинают выходить семидольные листики. Для всех овощеводов и цветоводов надо иметь очень много принадлежностей. Всякие палочки. И обязательно нужны щипцы. Но для женщины это не проблема. Потому что бывает, что семена прорастают вглубь бумаги. Это даже очень хорошо. Мы подтягиваем корневую систему вместе с бумагой. И высаживаем ее так в грунт. Небольшое углубление делаем. Я размещаю пеларгонию так, чтобы уже проклевывавшийся семидольный листик был наверху. Это три сорта пеларгонии. Белая, абрикосовая и фиолетовая. Название в предыдущих видео у меня есть там в крупном плане. И вот так вот мы размещаем. Грунт, как я вам сказала, должен быть нейтральный. Вы можете добавить, если здесь нет вермикулита или агроперлита, вы можете добавить самостоятельно в небольшом количестве. Вот так вот. И вот теперь, дорогие друзья, когда уже семя у нас проросшее, я обрабатываю, сейчас я уже выбросила этикетку, фитоспорином или любым фитопрепаратом, фунгицидный препарат. Для того, чтобы в период роста не было черной ножки, чтобы земля не покрывалась плесенью. Я развожу сразу пакетик, ну вот, например, в 2-х литровой бутылке теплой водой. Фитоспорин должен постоять до момента применения минимум 12 часов. Это споры, которые, размножаясь, и дают эффект лечения и профилактики земли, грунта и растений. И вот сейчас, налив всего лишь там 50 грамм на небольшое количество, вот в аэрозольку, фитоспорин, я обрабатываю землю. Вы можете немного пролить землю. А в дальнейшем используйте вот такие вот поливалки. Я их называю капельный полив. Вода должна быть отстоянная, комнатной температуры. Все растения мы не поливаем под корень, а только по кромке горшка контейнера или между рядьях. В фитоспорине, дорогие друзья, находится препарат гумми. Это питание растений. Это у меня бутылка просто с препарата. А фитоспорин покупайте, если он в комплексе с гумми. Это питание растения и также стимуляция. Сейчас водичка впитается, потому что грунт у меня был сухой. Можно накрыть небольшими еще вот такими прозрачными крышечками, потому что я высаживаю только-только проклюнувшие семя. И нам надо создать еще тепло таким растениям. Все семена, все посаженные растения вы должны разместить обязательно на свету. Это подоконник достаточно солнечный, так как мы выращиваем в зимний период. Или если есть у вас хотя бы настольная лампа. Белый спектр помогает проращиванию растений, способствует росту корневой системы. Нет наличия грибковых заболеваний. Но лучше всего, конечно, иметь фитолампы. Но если вы имеете солнечный подоконник, можете из фольги сделать экран отражающий. Это все у меня есть в видео. Используйте в грунт агроперлит, вермикулит, для того, чтобы сохранялась влага. Но вермикулит содержит еще макро-микроэлементы, которые будут питать ваши растения. Агроперлит это нейтральная субстанция, которая только держит влагу. И на будущее, дорогие друзья, хочу сразу поговорить вам о подкормке. Считается, что для цветущих растений можно использовать любые универсальные удобрения для цветущих растений. Ну вот, например, для питуней и сурфени. Да, действительно можно, когда растения будут готовиться к цветению. Обычно это уже после третьего междоузлия мы делаем прищипку и готовим растения к цветению. Но вы, покупая любое универсальное удобрение, должны обратить внимание, должно быть наличие йода. Этот элемент нужен именно для пиларгонии. Если его нет, вы можете использовать такие удобрения. Ну а также подкармливать 5 капель йода на 1 литр воды и проливать 2 раза в месяц растение пиларгония герань. И она настолько будет красива в вашем саду и в вашем цветнике. Высадка произошла 22 января. Я все снимаю в текущем режиме. Не компоную видео для вас, дорогие друзья. Для того, чтобы вы вместе со мной занимались посадкой всех эксклюзивных и обычных растений. Дорогие друзья, метод стерильной рассады поможет вам получить удовольствие даже от того, что вы видите визуально, как пробуждается жизнь. Мы избегаем грибковых заболеваний на начальной фазе. Подписывайтесь на канал Марина Цветы, где очень много профессиональной информации. И канал Марина Цветы это канал, где я всегда отвечаю на ваши вопросы. Спасибо и украшайте свой мир цветами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!